Вот так выглядит бюро добрых дел. Небольшое помещение за стеклянными стенами. Хедлайнер встречи – Кохомский Дед Мороз Владимир Смирнов. Он рассказал о своем гуманитарном визите на Донбасс, а его коллеги поделились своими достижениями. Они создавали праздник здесь, в родной области. Ёлка желаний, Новый год в каждый двор, новогодние окна – это часть целой череды акций, охвативших все муниципалитеты. В работе были задействованы свыше двух тысяч волонтеров. Отдельное внимание в этот раз уделили поздравлениям семей военнослужащих, участников СВО. Мы работали с департаментом социальной защиты населения Ивановской области. Они нам давали списки, непосредственно также созванивались с семьями, с военнослужащими, можно ли к ним прийти. Передавали эти заявки нам, далее мы уже работали с ними и непосредственно оказывали помощь. Волонтеры-медики отвечали за праздничное настроение в детских больницах. Они наряжали ёлки, устраивали развлекательные программы для маленьких пациентов, поневоле оказавшихся в Новый год на больничной койке. Карина Карби организовывала этот процесс, а также сама приходила к детям в образе Снегурочки. У детей в глазах блеск, радость. Многие дети все равно еще верят, что это настоящая Снегурочка. И поскольку дети в лечебных учреждениях, для них это не просто Снегурочка, а вот что-то большее, что-то вот не только чудо, а вдвойне какое-то чудо. И они ждут, им не сколько подарки нужно, сколько вот это вот общение, вот этот вот хоровод, вот это посмотреть на это блестящее платьишко, Снегурочки, на эти варежки, рукавички, потрогать за бороду Деда Мороза. Волонтеры также посещали военный госпиталь в Отрадном, чтобы поздравить военнослужащих, проходящих лечение после ранений в зоне СВО. Сергей Веселов, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС.